Сложно поверить, но до первого показа iOS 18 остается меньше месяца. И в этом видео поговорим о слухах, которые касаются стандартных приложений. Там будут изменения, которые Apple добавит в iOS 18. Буду очень рад, если поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал, и обоих видео есть в Телеграме, ссылка на которые в описании. Данное видео сделано по новостям с сайта MacRumors. Это большой ресурс, который предсказывал все, что касалось iOS 17 в том году. Поэтому на 90% все так и будет с iOS 18 в этом году. Первое приложение, которое Apple чуть-чуть изменит, это браузер Safari. На данный момент, когда вы заходите на какой-то веб-сайт, у вас есть режим для чтения, и вы можете прослушать статью, которую Siri вам может зачитать. В iOS 18 появятся качественные изменения, которые позволят получить краткий пересказ веб-страницы. То есть у вас большая статья, с помощью искусственного интеллекта браузер вам сделает вышимку, и вам будет понятно, о чем эта статья, если у вас нет времени прочитать полную. Также на веб-странице можно будет скрывать некоторые элементы. Например, когда вы заходите на Википедию, у вас тут есть разбивка, о чем эта статья. Вот такой элемент можно будет скрыть. Ну или различные баннеры, которые есть на сайтах. И это изменение сохраняется. То есть настраиваете один раз для конкретного сайта, и когда вы на него заходите снова, у вас все как вы настроили. Если вы используете офисные приложения Apple, это Keynote, Numbers and Pages, то там будет интегрирован генеративный искусственный интеллект. Звучит как какая-то болезнь. Теперь вы сможете быстро создавать слайды, быстро писать текст, используя фишки ИИ. Далее очень интересная фича. Это калькулятор, который интегрирован в заметки. И на самом деле, ну это же удобно, потому что в заметках многие ведут какие-то подсчеты, там пишут суммы, которые тратят на что-то, и ведут, ну типа свою бухгалтерию, такую домашнюю. Поэтому калькулятор, который интегрирован внутрь на какую-то отдельную кнопку, и который в теории может появляться где-то в районе клавиатуры, это на самом деле удобно, чтобы не переходить между заметками и калькулятором, когда вы что-то пытаетесь подсчитать. Для Apple Music тоже обещают поддержку искусственного интеллекта, который будет анализировать музыку, подбирать музыку под ваш вкус, и таким образом создавать плейлисты на основе ваших предпочтений и прослушанной музыки ранее. Кстати, о музыке. Например, у меня есть AirPods первого поколения. Им уже очень много лет, и они действительно устарели, хочется чего-то качественного. И я просто прозрел, сколько сейчас стоит AirPods 3 с кейсом с беспроводной зарядкой. На e-каталоге мы можем посмотреть стоимость, это в районе 165 долларов. Это очень доступная цена за тот звук, который эти маленькие наушники могут выбрать. Зайдя в динамику цен, мы можем обратить внимание, что цена она нестабильная, но сейчас она буквально в низкой точке, и сейчас самое время купить себе AirPods. Если вы их рассматривали к покупке. На e-каталоге можете почитать отзывы, можете посмотреть обсуждения, которые ведут реальные люди. А также на вкладке «Где купить» вы можете отсортировать магазины по цене, сверху «Лучшие предложения». Вам остается только выбрать магазин, который вам подходит, и там оформить заказ. В общем, ссылка на AirPods 3 по приятной цене будет в описании к видео, обязательно ее проверьте. Далее фича календаря. Если вы используете календарь, чтобы ввести там график вашего дня, то обычно нужно зайти в календарь, только потом нажать на кнопку «плюс» и создать какое-то событие. Сейчас, говорят, можно будет создавать различные события, не заходя в само приложение календарь. То есть, как я понимаю, из поиска Spotlight вы можете быстро создать какой-то ивент. Далее приложение заметок. Ранее мы обсудили, что там должен появиться калькулятор, но помимо этого должна появиться фича с голосовыми заметками. Сейчас, чтобы сделать что-то голосом, то это нужно заходить в приложение «Диктофон». Но фича голосовых заметок появится в самом приложении заметки, и при этом искусственный интеллект должен сортировать эти записи, которые вы будете делать, исходя из тем, на которые вы эти записи записываете. Очень интересные фишки обещают в приложении «Команды». Тут вы можете создавать быстрые команды или автоматизации. И зачастую команды выглядят достаточно просто, вот как-то вот так. Это самые простые действия, которые ведут к выполнению задачи, которую вы сделали для той или иной команды. Но бывают такие быстрые команды, что там чуть ли не какой-то код программирования, и это достаточно сложно. В iOS 18 в быстрых командах вы сможете голосом сказать, что вам необходимо. Айфон сам на основе искусственного интеллекта составит вам команду, которая будет выполнять то действие, которое вы хотите. Если такая поддержка, конечно, будет в iOS. То есть вручную собирать быструю команду больше не придется. Это будет делать искусственный интеллект. Если вы используете стандартную почту Apple, там должна появиться поддержка искусственного интеллекта, который будет определять спам и сразу закидывать его в корзину. Приложение «Фитнес», которое есть на iPhone и на Apple Watch, очень удобная программа для отслеживания ваших тренировок. И сейчас, когда вы заходите в программу, например, на Apple Watch, вы сами можете выбрать какую-то тренировку, которая подходит под ту активность, которую вы будете делать. На iOS 18 должно появиться предложение тренировки. То есть вы задаете параметры, искусственный интеллект анализирует ваши параметры и предлагает тот вид тренировки, исходя из ваших параметров, который вам подойдет. Это очень круто, например, для суставов или для каких-то групп мышц, которые вы захотите проработать. В приложении «Фото» должен появиться искусственный интеллект, который поможет дообрабатывать фотографии и делать их более натуральными и качественными после того, как вы сделали снимок. Также в редакторе вы сможете улучшать фотографии, работать с тенями, работать с блюром фона и просто добавлять или убирать какие-то объекты из фотографий. То есть такой масштабный редактор фотографий, который давным-давно на самом деле должен был быть в iOS. По поводу стандартных сообщений, одна из главных фишек iOS 18 – это открытие iMessage для Android-платформы, то есть RCS. Грубо говоря, пользователь Android-телефона сможет установить iMessage на свое устройство и общаться с пользователем iMessage на iPhone. Такое должно было появиться давным-давно. Сейчас, на мой взгляд, это уже поздно. Но, тем не менее, возможно, кому-то будет полезно. В общем, на данную минуту есть реальное понимание, что Apple работает над искусственным интеллектом, который будет оплетать iOS 18 и стандартные приложения. Это лишь малый список, который каким-то образом утек, и вот такие новости на эту тему появились. Будем следить. Будут на канале, наверное, еще видео по iOS 18. Ну и совсем скоро презентация новой системы и после этого первая бета, которую я сразу же установлю и расскажу и покажу вам, что будет с iOS 18 на наших устройствах. На этом все, ребят. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Также напишите в комментариях свое мнение на тему приложений в iOS 18. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.